Принять новый пункт скорой медицинской помощи прибыл министр здравоохранения региона. После экскурсии по учреждению Николай Корнилов даёт оценку обновлённому зданию. На сегодняшний день всем необходимые условия соблюдены, получена лицензия на эксплуатацию этого объекта уже как на медицинское учреждение. Очень серьёзно поработал подрядчик, потому что он, по сути, переделал всё в этом объекте, и внутри сделан комфортно, правильно, сделан безопасно для персонала, который будет работать, и для пациентов, которые там будут. В просторном помещении подстанции есть места для нескольких пациентов, а в недалёком будущем учреждения оборудуют необходимой медицинской техникой. Пункт помощи будет охватывать всё поселение и близлежащее садоводство. Стоит отметить, что до начала работы медобъекта в Марково жители Иркутского района дожидались прибытия скорой помощи из посёлка Дзержинск. А это многие километры пути через областной центр с его дорожными пробками и заторами. Обязательно надо. Главное, чтобы быстрее приезжали, когда вызывают. А то по полтора, по два, а то и по три часа ждали, скорой пока приедет. Специально для учреждения было выделено два медицинских автомобиля и столько же бригад врачей. Они будут нести круглосуточное дежурство. Кроме этого, к плюсам нового пункта относятся соотношение его цены и качества. Не надо строить какие-то железобетонные подстанции, тратить 50-60 миллионов, которые старые проекты. Очень быстро, 4,5-5 миллионов рублей и подстанция готова. Поэтому такие же подстанции будем планировать сделать в городе Иркутске, чтобы максимально ближе к спальным районам. Время доезда тогда реально будет 20 минут. Чтобы увеличить скорость предоставления медицинской помощи населению, в ближайшее время на территории Иркутского района построят ещё одно аналогичное медучреждение. По плану оно будет расположено в селе Хамутова. Артур Харламов, Александр Мокин. Новости сейчас. Артур Харламов, Александр Мокин. Новости сейчас.